Парильщиком буду, в парильщики пойду. В бане не надо сидеть, вы не в сауне, чтобы здесь сидеть, в бане бежать надо. Как правильно надо обливаться, все берут и с головы начинают обливаться. В этом видео мы разыграем ковшик от компании Теплов и Сухов. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов. И мы сейчас в нашей бане, маленькой, вот 3 на 5, которая от Кедрового Рая, где мы жгем печку Грильде, мы пришли попариться. Ну просто вон с Тёмой, с оператором, финиш дня у нас оказался свободным, пришли просто попариться, а у Тёмы камеры всегда с собой, так что он заодно и поснимает. В общем, сегодня попаримся с печкой Грильде. Тёма сказал, что всё, камеру бросаю, нахер парильщиком буду, в парильщики пойду, но пускай тренируется на мне. Мы сейчас два дубовых венечка быстренько в мешке запарили, сейчас посмотрим, как они отойдут. Так что если шелестеть будут, не обращайте внимания. Плохо распарились, у нас просто часа 2 свободного времени есть, вот мы сразу же, бам, и бегом в баню побежали. Печка топится уже полторы тысячи часов, это 7 лет эксплуатации. Представляете, 7 лет. Тут ребята в комментариях писали, что, Владимир, ты не даёшь ей погнить. Ну, она у тебя топится-топится, а неделю там не стоит, не мокнет, не гниёт. Так если у вас баня сухая, она у вас и во время того, когда вы ей не пользуетесь, гнить не будет. А если у вас баня мокрая, так у вас там не только печка сгниёт, у вас и сама баня сгниёт. У нас она получается как топится? С 9 утра до 6 часов вечера. Всю ночь она вымораживается. Ну, сюда прям мороз приходит, если это зима, но зимой она ещё не эксплуатировалась. Ну, сейчас вот уже на улице, сегодня, кстати, 0 градусов на улице, всё равно конденсат где-то образовывается. И субботу-воскресенье она тоже не топится, опять же она вымораживается. Но так как баня сухая, тут и гнить нечему, поэтому и ржавчина не образуется. Но мы всё равно будем смотреть, сколько она у нас часов прослужит. Вообще, производитель сказал, что она будет служить 2000 часов. Но вот пока полторы тысячи, ей вообще хоть бы хны. Посмотрим, что будет дальше. И, кстати, стёклышко, видите, оно не закоптилось. Вот последнюю серию, предпоследнюю даже серию, когда я здесь снимал, когда мы здесь ставили теплообменник, я почистил стекло. С этого времени прошло уже около, наверное, 200 часов топки. Больше стекло не протиралось. Вот смотрите, какое оно сейчас. Ну всё, мы сейчас будем готовиться идти в баню и попаримся, посмотрим, как Артём парить будет. Зацените в комментариях, напишите, как Тёма парит. Если херово, так и пишите внизу. Так что всё, мы пошли в баню. Сначала погреемся, а потом париться пойдём. Тут один дядька в интернете, которого зовут Рома Ефимов, говорил, что никогда других режимов у меня как там 55-60 в бане не видел. Вот сегодня у нас на улице 0-1. Мы сейчас в баню зашли с печкой грильдэ попариться. Здесь толщина стенки 45 миллиметров. Он как раз про это говорил. Вот сейчас мы на первый заход зашли. У нас здесь такой сухой. Мы вообще ещё ни разу не поддавали. Внутри бани 70 градусов. Вот у меня термопара висит. 70 градусов температура внутри бани 69,7, 69,8. Ну 70. И мы сейчас даже окошко открыли немножечко проветрить. Сейчас на таком режиме мы изначально зайдём, немножечко прогреемся, прокалимся. А потом проветрим всё хорошенько и будем уже париться. Немного температуру снизим. А то в такой температуре в 70 поддавать, но это прям достаточно жёстко. Всё, начинаем греться и париться. Ребят, в бане не надо сидеть. Вы не в сауне, чтобы здесь сидеть. В бане лежать надо. Поэтому полки должны быть удобные, чтобы прям полежать можно было. Я даже сначала головой не к форточке лёг, а ногами к форточке лёг, чтобы прогреться и тёплым воздухом подышать. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, зашли на второй заход. Маленько сейчас отдохнули. Температура у нас сейчас спала на 10 градусов. Но мы здесь специально сейчас проветрили, потому что в 70 париться. Прямо сейчас на меня вениками помахали. Достаточно тяжко. Вот до 60 скинули. Сейчас поддадим. И Тёма мне ноги хорошенько прогреет. Ноги что-то подустали, надо ноги хорошенько прогреть. Главное в бане не спину греть, а ноги греть, чтобы их у вас прям иголочками покалывало. Вот это вот прям самый самолёт, когда ноги прям домой пришёл, и у тебя ноги горят. Вот это вот мне нравится. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как правильно надо обливаться? Все берут и с головы начинают обливаться. Вы когда в воду заходите в озеро, вы же с ног заходите. Не с головы. Сначала тихонько ноги обливаем. А потом уже сам. Ребят, вообще зачёт. Если с Екатеринбурга или с Челябинска, недалеко же ведь ехать. Приезжайте ко мне. Дачный эксперт продаёт эти печи. В Екатеринбурге, в Челябинске, ещё там в каких-то городах. Сюда к нам отправляют своих покупателей, чтобы они печку сначала попробовали. Сайт их под видео будет. Фух, сейчас пойду догреюсь и домой. Хорошо. Пальцы вверх ставим. А, кстати. Оцените, как Тёма парил. Понятно, что он не Артём Бояринцев. И не Артём Ивакин. И даже не Артём Козельский. Но всё равно зачёт ему поставьте. Кстати, Тёма, ну-ка дай-ка сюда камеру. Я видел, что ты несколько раз, да постоянно, сначала поддавал в каменку, во внутреннюю, а потом обливал печку снаружи. Почему так делал? Ну, пар другой там немножко. Он немножко влажнее получается. И, ну, я просто видел, что как-то, ну, жарковато получалось. И, ну, как по моим ощущениям, как будто мягче было. Ребят, поняли? Так что Артёма поддержите в комментариях. Палец вверх ему поставьте. И напишите что-нибудь типа, Артём Молоток. О, Артём Молоток. Хэштег, Артём Молоток. Всё, всем пальцы вверх. И давайте пока. И, кстати, как пока, не пока. В этом видео мы разыграем ковшик от компании Теплов и Сухов. Охеренный ковшик. Из гнеди. Прямо они мне прислали два ковшика, второй тоже ковшик разыграем. Просто пишите комментарий под этим видео. А уже в следующем видео вы узнаете, кто выиграл. И, кстати, сейчас смотрите, кто выиграл в прошлом видео. Вот сейчас вот после того, как я договорю, будет отрывок, кто выиграл в прошлом видео. И будем подарки отправлять. Всё, давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok